Патч 9.17.1 Патч 9.17.1 Обычными подкалиберными снарядами стрелять в НЛД, когда танк ромбует, нет смысла. Через гусеницу пытаться сбить и при этом нанести дамаг, нет смысла. В борт стрелять, опять же, смысла нет. Единственное, куда можно пробивать, это, соответственно, вот в этот треугольник сварной шов с борта башни, где вы сейчас увидите нарисованную БК. Также могут некоторые снаряды залетать в щеки, соответственно, башни, но вероятность этого крайне мала. Если же танк стоит к вам лбом, понятное дело, голдой НЛД будет браться. В ЛД даже голдой не берется. Опять же, стрелять вот сюда вот под башню, соответственно, в углы, даже голдой особого смысла нет. Там может залететь дамаг, но вероятность этого, опять же, невелика. Понятное дело, что лючок будет пробиваться, но выцеливать его тяжело, поэтому мы этого делать не будем. Я думаю, вы сами понимаете отлично, что там дамаг будет проходить. Как вы видите, некоторые снаряды все-таки голдой в щеки под башней пробивают, если танк стоит к вам в дом. Соответственно, голда у меня кончилась, теперь обычные подкалиберы. Подкалиберами эти щеки уже берутся очень-очень тяжело. Если вы все-таки стреляете в эти щечки под башней, лучше выцеливайте ближе к корпусу, вероятность пробития будет больше. НЛД пробить тяжело, но можно. Раз через раз заходит, опять же, если танк стоит к вам прямо в бомбе. А теперь про самую ослабленную часть, о которой мало кто знает. Это, ребят, соответственно, маска орудия. Я уж не знаю, ребят, специально или случайно у разработчиков это получилось, но, значит, за маской орудия есть небольшой участок слева и справа от, соответственно, самой пушки, где есть только 120-мм броня самой маски. За ней дальше брони нет. Также есть участки, если брать слишком право или слишком близко к самому орудию, есть участки, где за маской еще есть броня, туда пробить очень тяжело даже голдой. Соответственно, стрелять лучше всего, если танк смотрит прямо в бомбе на вас, чуть-чуть правее пушки. Тогда туда будет, ну, чаще всего проходить, соответственно, урон. Но это, ребят, был танк 10 уровня с достаточно серьезным пробитием. А теперь что делать, если вы играете на восьмерке? Бронебойными снарядами с пробитием 183 даже впритык какие-то слабые зоны во лбу у танка найти очень сложно. Единственное, что вам остается, это пытаться пробить, соответственно, в лючок командира на башне, который находится. И если будете это стараться делать, старайтесь делать это все-таки по центру лючка. Влево-вправо не берите, скорее всего, даже не пробьете. И то не каждым выстрелом вы будете нанесить урон, стреляя к лючку, и это, ребят, впритык. Что касается борта, ну, само собой, через гусеницу, через борт пытаться стрелять даже не имеет смысла. Единственное место, куда можно пробить, это маленький треугольничек, где вы видите сварные швы. Вот именно в это место, даже ББшками обычными, вы можете пробивать. Голдой с близких расстояний можно пытаться выселить, соответственно, щеки в башне 235, хватает, чтобы туда с уроном прошел дамаг. Но, опять же, тут еще надо постараться выцелить. Но голдой даже вот в ту дырочку в маске орудия, о которой я говорил ранее, пробить можно. Подведем, ребят, итоги. У танка очень мало ослабленных зон. Если вы играете на топовых пушках, то для вас вполне себе подходит нижний НЛД, короче, для пробития. Также можно выцеливать лючок, и если вы стреляете в борт танку, то можно выцеливать треугольник под башню. Соответственно, чем ближе к сварному шву, тем выше вероятность пробития. Если вы играете на обычных ББшках и играете на восьмом уровне, лучше стараться заходить танку в борт. И если он спрятал форкус, можно пытаться пробить его, соответственно, в маску, как вы видите, прямо в маску, пробить им в 183 дамаг заходом. На этом у меня на сегодня все, ребят. Больше сильно ослабленных зон у танка нет, поэтому играйте аккуратно против него. Если вы играете на этом танке, свои слабые зоны не подставляйте. И удачи вам в рандоме.